Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры. Слава Господу! Сегодня третий день нашего поста и молитвы, и тема нашего поста и молитвы – церковь. Сегодня мы молимся о церкви, сегодня мы молимся о том, что Бог делает в церкви, и что Он желает делать в церкви. Я хочу прочитать из Евангелия от Матфея, 16 глава, 18 стих. Иисус Христос сказал такие слова – «Я создам церковь мою». Христос сказал «Я создам церковь мою», и слава Господу Он создал ее. И следующие слова, которые Он говорит – «И врата ада не одолеют ее». Это место, с одной стороны, нас утешает, что врата ада никогда не одолеют церковь Господа Иисуса Христа, но, с другой стороны, это не значит, что они не будут пытаться одолеть церковь. И церковь – это то место, это та часть мироздания, которая на текущий момент подвержена самым большим, самым тяжелым атакам дьявола. Потому что Господь Иисус Христос являет себя этому миру через церковь. И если церковь, она будет изменена, исковеркана, испачкана, то мир не увидит Господа Иисуса Христа. Поэтому первое, к чему я призываю всех нас – молиться сегодня и всегда – это церковь Господа Иисуса Христа. А эта церковь – это мы с вами. Молиться друг о друге. Молиться, чтобы Господь вел нас, возжигал огонь Духа Святого в наших сердцах, направляя нас к Нему, чтобы наше богохождение и богоискание, оно было на самом высшем уровне, чтобы мы познавали Господа каждый день своей жизни. Следующий момент, который я хочу прочитать и к чему призвать – молиться. Господь через апостола Павла в послании к эфессианам сказал такие слова, что Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, пастырями, учителями. И далее, и далее Он говорит о том, что мы все поставлены на какое-то служение. И в 16 стихе, говорит, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Господь сказал, что церковь является его телом. В нашем теле нет лишних органов, нет тех органов, которые бы мы могли сказать, что они просто так случайно оказались. Каждая часть нашего организма, она необходима. И каждый из нас в теле Господа Иисуса Христа необходим. Не только пастор, не только группа прославления и лидеры каких-то служений, но ты, лично ты нужен в каком-то служении. Может быть, у тебя есть таланты в работе с детьми, с молодежью. Может быть, у тебя есть голос. А может быть, ты умеешь общаться и знакомиться с новыми людьми. Я побуждаю тебя не быть просто прихожанином церкви, но стать тем, кто трудится, приносит пользу в теле Господа нашего Иисуса Христа. Не быть просто тем органом, который ничего не делает. Он уже находится в стадии омертвения, но жить и приносить пользу телу Господа нашего Иисуса Христа. Начни делать и начни молиться. Может быть, ты не знаешь, что тебе делать в церкви Господа Иисуса Христа. Молись об этом. Господь тебе откроет. Он хочет, чтобы ты служил Ему. И также еще одно место я хочу прочитать. Это послание к фессалоникийцам. Пятая глава. Апостол Павел пишет фессалоникийцам и говорит. Братья, молитесь о нас. Тот человек, который основывал церкви. Тот человек, через которого Бог действовал невероятным образом. Он говорит, молитесь о нас. Он понимал, как необходима молитва церкви. Через эту молитву Господь ставит определенную охрану. Через эту молитву Господь открывает определенные пути. Наша задача, задача церкви молиться о пастыре. Молиться о лидерах служений. Молиться о всех служениях, которые проходят в нашей церкви. Чтобы Господь использовал всех людей, участвующих в этих служениях. Чтобы еще больше славы Божьей она распространялась по этой земле. Поэтому я призываю всех нас сегодня к молитве. Давайте мы помолимся о том, чтобы Бог благословил всю церковь. Чтобы все мы были задействованы в этом труде. И чтобы Господь благословил всех тружеников, кто уже действует. Пастора, его помощников, всю команду лидеров. Чтобы Господь употреблял всех нас. Аминь. Господь, мы славим Тебя. Мы славим Тебя за то, что Ты спас нас. И Ты привел нас в свою церковь. Мы Твоя церковь. Аллилуйя, Господь. И наша молитва сегодня о том, чтобы Ты поставил охрану и защиту над всеми нами. Чтобы Ты, Господь, преисполнил нас огнем Духа Святого. Чтобы дьявол, он не мог прикоснуться к нам. Не мог никого похитить. Не мог никого сломить или уронить. Храни Твою церковь во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. Благослови каждого члена церкви. Все, кто является членом церкви или стремится к этому, чтобы мы все были задействованы в служении. Какое Ты ожидаешь от нас, Господи? Чтобы мы выполняли то дело, которое Ты хочешь, чтобы мы выполняли. Во имя Иисуса Христа. Благослови. Если кто не знает, чем Ему заниматься в церкви, то Ты, Господь, открой. Покажи. Во имя Иисуса Христа. Господь, также на руках нашей молитвы мы приносим Тебе пастора, помощников, лидеров. Все служения нашей церкви, которые совершаются людьми, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. Употребляй каждого служащего во имя Иисуса Христа для своей славы. А мы за все Тебя славим. Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня в 7 вечера мы приглашаем вас на молитвенное служение в здание церкви. Да благословит себя Господь. Аминь. Аминь.